МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире самые интересные новости нашей республики. Универньюз. С вами Гульфия Мутугулина. Смотрите сегодня. В высшей школе ИТИС обсудили дорожную карту. Погода удивляет. Ждать ли нам жару этим летом? Игрушка нового поколения. Все секреты создания спиннеров. Образовательные программы, реализуемые в КФУ, соответствуют высшим мировым стандартам качества. Такой вердикт был вынесен по итогам независимой экспертизы, проведенной в КФУ Национальным центром профессиональной общественной аккредитации. 3 июля директорам Конститута в КФУ вручили документы, подтверждающие совместную аккредитацию с немецким аккредитационным агентством Эволак. Ректор КФУ заслушал стратегию развития высшей школы информационных технологий и информационных систем. Какой вклад информационных технологий и робототехники в общее движение университета готовы внести представители ИТИС? Выясняла Аделя Шамилова. Высшая школа информационных технологий и систем, больше известная по сокращенному наименованию ИТИС, относительно молодая структура Казанского университета. Высшая школа создавалась для практической ориентации студентов-математиков и программистов на современный IT-рынок. Это обусловило некоторые нюансы дорожной карты, которую представил директор ИТИС Айрат Хасьянов. Итак, куда стремится высшая школа? В стратегию развития подразделения вошли программы дополнительного образования, увеличение численности приглашенных профессоров и открытие новых магистрских программ. Согласно представленному проекту дорожной карты на ближайшие годы, коллектив высшей школы ИТИС видит свое развитие через призму интеграции максимального числа институтов и факультетов КФУ в междисциплинарных исследованиях и проектов в разработке технологии на базе фундаментальных научных и медицинских исследований. Тему продолжил проректор по образовательной деятельности КФУ. Дмитрий Таюрский познакомил слушателей с собственным видением в реализации новых образовательных программ. Но, тем не менее, мы должны закрыть нишу, которая сегодня пустая, и готовить просто тех же самых бакалавров, не магистров, а бакалавров в области робототехники. Заслушав доклады, глава ВУЗа обратил внимание слушателей на необходимости решения ряда финансовых вопросов. Попробуйте сбалансировать с финансами. Надеяться на то, что нам кто-то чего-то даст, но не приходится сегодня, ужесточается в целом по стране. Поэтому планы должны быть в дорожной карте, они более реалистичные, более конкретные, акцентированные на те проекты, которые сегодня подкреплены финансами. Дискуссии были активны. Например, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ отметил, что для попадания в предметные рейтинги стоит увеличить количество работающих сотрудников и, как минимум, увеличить количество исследований и научных публикаций по ним. В целом, стратегия была принята, но с условием, что коллектив ИТИС возьмется переработать ее с учетом рекомендаций, прозвучавших от Ильшата Гафурова и проректоров. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Деньги – самая популярная и обсуждаемая тема во всем мире. А умение правильно ими распоряжаться – это талант, которым обладают далеко не все. В нашем следующем сюжете речь пойдет о финансовой грамотности. Интересно? Тогда смотрим. В Институте управления экономики и финансов Казанского университета состоялся круглый стол. Здесь обсудили реализацию проекта «Содействие повышения уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в регионах России». В проекте принимают участие 9 регионов, а подобные встречи помогают координировать эту деятельность. Мы являемся одним из 9 пилотных проектов Российской Федерации по подготовке учителей, педагогов в сфере финансовой грамотности. Мы в этом году подготовили почти 900 педагогов по 72-часовой программе, которые дальше будут довести занятия по финансовой грамотности в школах, начиная с 1 сентября. Среди приглашенных гостей – консультант по образовательным мероприятиям в рамках реализации программ повышения финансовой грамотности на территории Волгоградской области. Ольга Андреева поделилась своим опытом и рассказала о программе обучения финансовой грамотности дошкольников, которая уже активно реализуется в Волгограде. Мы учим малышей в возрасте 6-7 лет финансовой грамотности, учим взаимодействие с денежками, привлекаем к этому родителей. Я хочу об этой программе рассказать, надеюсь, что коллеги в Татарстане тоже начнут ее воплощать. Детям необходимо объяснять, как строится семейный бюджет, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы они были финансово грамотными. И мы преодолеваем то самое сложное восприятие. Вообще в российских семьях не принято с детьми разговаривать о денежных средствах. А вот как раз благодаря этой программе мы способствуем тому, чтобы родители начали делиться своим опытом, наработками, своими подходами к семейному бюджету. В последнее время участились случаи финансового и кибермошенничества, поэтому необходимо быть осведомленным как взрослым, так и детям. И родители здесь выполняют одну из наиболее важных функций. Анна Глазунова, Леонардов-Литьяров, Универньюз. Излюбленная пора большого количества людей – это лето. Его ожидают все. Погода этим летом пока не балует жителей Казани, температура воздуха все еще ниже нормы. Но синоптики обещают, что огорчаться не стоит. Все подробности расскажет Аурелия Сашкова. Жители центральной части России не могут дождаться теплой погоды. Все задаются вопросом, лето не будет, из-за чего так аномально холодно. Оказалось, что в России число опасных метрологических явлений выросло примерно в два раза. На ближайшие 10 дней, на декаду, гидрометцентр России прогнозирует фон температуры даже достаточно низкий. То есть у нас будет примерно 16 градусов, вместо 20, вот как я говорю, уже среднемесячных. К нам приходит прохладная, охлажденная воздушная масса, а здесь конвекция. И вот взаимодействие фронтов с конвективными факторами приводит к тому, что у нас постоянно здесь кучевая облачность, куча дождевая облачность переменная. И возникают шквалы, ливни, грозы, град и так далее. В целом, лето 2017 года не принесет нам ни аномальной жары, ни предсказуемого дождливого сезона. Нам, что-то говоря, немножко везет, потому что основной удар стихии все-таки приходится на московский регион. Почему? Потому что циклоны выходят в Северной Атлантике, они там свое отработают, немножко здесь уже выдыхаются, и такого нет. Этот летний сезон выдастся довольно умеренным как в плане температурного режима, так и в плане осадков. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюс. Сейчас у всех на устах и в руках тоже спиннеры, полное название которых – фиджет-хэнд-спиннер. Но мало кто интересовался об истории создания этой игрушки. Знают ли казанцы о значении спиннеров, выяснял наш корреспондент Елизавета Евтифеева. Фиджет-хэнд-спиннер Он успокаивает нервы. Вообще его придумывали для людей с какими-то психическими наклонениями. Их сложно было заставить что-то делать, и когда они как-то зацикливались на чем-то, на какую-то одну вещь, например, они смотрели, как спиннер-профессионер. Я не знаю, почему он популярный, но я его не покупаю, мне это не нужно. Я подумала, что сейчас бесполезная трата времени. Ее создали для лентяев. Вот взял успокоение. У тебя напряженная работа, фиджет-спиннер успокаивает. А вы сами имеете? Нет, нет. У меня нормально все попало в игре, я полностью на развитие. Знаете вообще историю этого создания? Нет. Создателем фиджет-спиннера считается инженер-химик Кейтерен Хеттингер, изобретательница Слориды США. Впервые она создала эту игрушку в 1993 году для своей дочери, которая страдала от миостынием. Но специалисты разделились во мнениях. Некоторые поддерживают заявления создателей игрушки, а другие считают, что игрушка, наоборот, может лишь отвлекать людей. Популярность игрушки среди школьников привела к тому, что в 11 американских штатах в образовательных учреждениях ее и вовсе запретили. Елизавета Ивтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Это были все новости на сегодня. До новых выпусков. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин